Телеканал КРТ представляет Будут ли, как вы думаете, по вашему мнению, создавать военный трибунал по украинскому кризису? У вас два вопроса. Или достойно трибунала, или будет такой трибунал сформирован. Насколько это реалистично? Да, насколько это реалистично. На первый вопрос отвечу «да», на второй вопрос отвечу «нет». Достойно ли действительно? Поскольку страна раскалывалась, начиная с 1991 года, всеми политическими силами, ненависть настолько культивировалась в стране, что мы пришли к стадии уже кровавой бойни. И когда эта кровавая бойня произошла, когда в каждую семью, либо к родственникам, друзьям пришли похоронки за шесть лет войны, что на стороне непризнанных республик, что на стороне подконтрольных Киеву. Есть ли у нас здесь сейчас здоровые силы в понимании гуманитарного права беспристрастного суда, которые готовы взять вот этот весь комплекс и разобраться, кто был прав, кто виноват, кто проводил геноцид здесь, кто там? Нет. Поэтому для этого и существуют международные структуры, которые разбирают такие конфликты. Таким есть Международный уголовный суд в Гуаге, который сформирован по римскому статуту. Однако мы признали его компетенцию очень специфически. Мы признали ее по Майдану, но только по тому Майдану, когда людей убивали со стороны режима Януковича, и только частично по Донбассу. Как бы весь римский статут нами не ратифицирован до данного момента. А соответственно, в данный момент мы не можем разбирать Украину полностью там. Почему? Для международного гуманитарного права не имеет значения внутренние какие-то... Не имеет значения. Имеет значение сила, могущая принудить. Кто сейчас может создать такой трибунал и принудить Украину участвовать в нем? Является ли конфликт на Донбассе? Вот реально отбросим вот все. Настолько важным во всем мире геополитически, что кто-то будет заморачиваться созданием, с созывом специальной конференции, разработки устава, модели, формирование суда, прокуратуры, обеспечение, это колоссальная работа. Кто будет заморачиваться этим Донбассом? Поэтому ключ от мира в наших руках. Мы должны сами заморочиться своей судьбой.